давайте напомним себе по 11 главе что у нас там скелет какой вот мы в самом начале условно разделили это все на пять частей говоря о том что вот это скелет всего того что будет и дальше происходить до конца книги и вот эти вот пять частей в первой части мы видели что храм измеряется и у иоанна есть уже откровение что и мы его храм и он так деликатно подходит от просто измерения храма внешнего двора когда отделяется языческое место и делается это для защиты в первых двух стихах мы это видели перед тем как на землю сойдут но определенные ужасы да и вот есть такое всех своих запечатлеть запечатлеть храм запечатлеть создать безопасную платформу для своих когда вот эти ужасы их наблюдать то страшно участвовать в них тем более но вот это вот то что говорят люди страшно страшно да этот момент разобраться верили мы неужели тот бог который является отцом оставит детей там без поддержки без помощи и что мы больше верим своим страхом или богу это первая часть картина измерения храма вторая это два свидетеля есть некий конца они ходят раздражают израиль и далее появляется антихрист виде зверя из бездны и одерживает временную победу в чем она проявляется проявляется в смерти двух свидетелей вот эта часть она тоже очень важна потому что мы с вами смотрели а кто же это люди реальные ли это и люди и пришли к тому что люди-то реальные и скорее всего и мы разбирали разные варианты и каждый из этих вариантов с чем-то согласился вот эти два свидетеля вестники конца затем антихрист появление антихриста который мы тоже долго говорили затем удивительное событие возвращения к жизни свидетелей и последующее обращение иудеев и сегодня мы будем говорить о том что вот конец вот первый первая окончательная победа христа мы видим вот этот посыл тысячелетним управлению его царствование возмущение народов поражение суд погибают свидетели и устанавливается царство бога и христа и вот это вот смущает очень сильно теологов теологические это казалось бы уже и книгу можно было бы завершить все победа есть победа свидетели должны пророчествовать установили установленное время а потом явится антихрист временно победит а затем уже вот она победа величайшая победа христа и а что дальше то о чем еще одиннадцать глав последующих вот связи с этим отрывком возникают трудности потому что складывается впечатление все завершилось все победа окончательно хотя это только половина книги все объясняется тем что как мы увидели что в этом отрывке до дан краткий обзор еще раз напоминаем что это краткий обзор того что еще должно произойти а предсказываются здесь следующие моменты мы о них поговорим но давайте еще раз вернемся к двум свидетелям и к состоянию иерусалима напомним себе иерусалим в котором распинался иисус христос иерусалим который так ненавидит этих двух обличителей зла этих двух свидетелей что оставляют их тела без погребения что по иудейским представлениям недопустимо вообще когда чела тело человека не придается земле и более того жители иерусалима так ненавидят свидетелей что они празднуют они посылают друг другу подарки они празднуют их смерть состояние иерусалима очень интересное состояние русалима и теперь вот то что он привело к покаянию и вот это вот предсказание будущего сегодня мы немножко в этом побудем и последние пять стихов 6 стихов с 14 по 19 давайте я вам прочитаю этот отрывок и потом мы с вами поговорим даже начну с 13 концовка того что мы разбирали про землетрясение мы с вами говорили в тот же час произошло великое землетрясение и 10 часть города пала и погибла при землетрясении 7000 имен человеческих а прочие были объяты страхом и воздали славу богу небесному здесь вот то что увидели люди то что звучало все эти уговоры убеждения обличения в грехе это вызывало только раздражение но реальные действия бога реальная его сила и проявления погибают люди пришло вдруг озарение о величине бога они были объяты страхом они увидели это они не только услышали на то что не хотели реагировать это что их раздражало они увидели проявили проявление гнева божьего силы божьей даже не столько гнева сколько силы потому что бог на людей он не гневается это тоже надо понимать людей любит но использует разные разные возможности у которых у бога бесконечное бесконечные возможности чтобы пробиться к сердцу человека чтобы все-таки его пока он жив вырвать из царства тьмы и это происходит они воздали славу богу небесному и дальше 14 стих второе горе прошло и вот идет скоро третье горе и седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира соделалось царством господа нашего и христа его и будет царствовать во веки веков вот это вот мостик туда в тысячелетнее правление вот этот 15 стих еще раз вот с этого места царство мира соделалось царством господа нашего и христа его и будет царствовать во веки веков и двадцать четыре старца сидящие пред богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились богу говоря благодарим тебя господи боже содержитель который есть и был и и грядешь что ты приял силу твою великую и воцарился и рассверепели язычники и пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым и боящимся имени твоего малым и великим и погубить губивших землю и и отвергся отверзся правильно надо прочесть храм божий на небе и явился ковчег завета его в храме его и произошли молнии и голоса и громы и землетрясения и великий град вот такая концовка когда окончательная победа она видна и вот это вот слово интересное сейчас постояло постараюсь его найти я кстати на него не обращала внимание я слово такое сейчас скажу поищу прям по тексту хочу заострить на него ваше внимание который если и был и грядеж если и был и грядеж вот эти слова они как бы взяты из канона православной церкви потому что здесь более современный язык но вот в данном случае вот такой был взят языка вставлен сюда здесь еще одно слово было когда он явил свою силу сейчас подождите приял вот что ты приял силу твою в том же 17 стихе вот можно эти вещи подчеркнуть и над ними порассуждать приял силу твою великую и воцарился вот эти два слова давайте немножечко вот здесь побудем в том месте которое вызывает трудность еще раз посмотрели на краткий обзор и того что и на то что должно произойти что предсказывается какие следующие моменты первое то что произойдет победа в которой царство земные станут царством господа и помазанника и христа и в действительности это цитата прям цитата и мы сейчас ее прочитаем из псалмов сейчас я открою псалтир и прочитаю это место восстает царю земли и князья совещаются вместе против господа и против помазанника его вот это вот псалом 222 это как бы то что происходит в книге откровения в 11 главе это вот ответ на вот это вот это восстание царей земли которые совещаются против господа и против помазанника она завершится вот таким вот уникальным действием что давайте это место прочитаем что царство мира соделается царством господа нашего и христа его все те кто восставал они успеха не возымеют в конечном счете и такое иное выражение идеи она заключается в том что начинается началось царство мессии его еще называют мессианское царство но мессианское почти марсианское поэтому царство мессии как бы поменять словами звучит немножко иначе лично мне больше так нравится перед лицом всего происходящего мы видим вдруг небо тут все в иерусалиме происходит ходят свидетели пророчествуют они лежат на улице их никто не хоронит израильтяне посылают друг другу подарки вот все на земле на земле и вдруг кусочек неба когда мы видим 16 стихе 24 старца сидящий пред богом на престолах своих палит на лица свои и поклонились богу сразу кусочек царства мы об этом еще немножко поговорим что же это символизирует почему в такое резкое вкрапление они возносят благодарение почему так 24 старца вот именно на это отреагировали и может быть даже не это они там постоянно поклоняются богу слагают венцы но почему это вставлено в одиннадцатую главу что господь этим хочет сказать следующее что хочется отметить что бог проявил свою верховную власть он проявил и другими вот этот 17 стих когда старцы говорили благодарим тебя боже вот эти вот все слова которые мы с вами отмечали господи бог боже вседержитель который если и был и грядешь что ты приял силу твою что ты проявил силу свою великую воцарился бог проявил свою верховную власть и дальше говорится о том она даже предваряется что господство вот это царство мира перешло и делала с царством господа и это господство будет продолжаться во веки веков и начнется это с тысячелетнего правления вот этот переход посыл тысячелетнему царству божию вот это тысячелетнего периода мира процветания вот это следующий момент который хотелось бы отметить в конце этого тысячелетнего срока произойдет последний такой приступ всех вражеских сил мы это тоже видим и рассверепели язычники вот посмотрите концовка 17 стиха ты проявил свою силу и воцарился проявил свою силу великую и воцарился тысячелетнее царство проходит в одном стихе все проходит начинается и рассверепели язычники и пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим и так далее рассверепели язычники еще раз будет эта битва она будет уже окончательной и все те кто противится богу они будут окончательно разбиты и тогда будет последний суд и об этом тоже говорится и отверстия храм божий на небе явился ковчег завета его в храме его и произошли молнии громы голоса землетрясения великий град начинается последний суд мы как бы возвращаемся опять к настоящему открывается видение небесного храма и является ковчег завета и даже вот связи с этим что является ковчег завета вот я даже хочу сразу здесь остановиться мы больше больше сегодня будем говорить нам хочется я хочу очень хочу вас послушать каждого вот связи с этими событиями но давайте вот сюда немножечко а по поводу ковчега завета смотрите ковчег ковчег находится в святом святых внутренность которого не довелось видеть вообще никому ни одному простому человеку и может с вами неоднократно говорили что туда в святое святых доступ настолько ограничен это даже не священство это перво священника только раз в год в день емки пора день очищения раз в год он готовился к этому целый год и не факт что он оттуда бы вышел но прочитайте отвергся отвергся храм божий на небе и явился ковчег завета его в храме его явился этот ковчег которому доступа не было ни одному простому человеку это очень мощное духовное действие это значит что отныне слава господня будет открыта взору каждого величайшее событие люди об этом даже не мечтали никто даже и не сопротивлялся против того что ковчег недоступен да очень интересно что же там в ковчеге как она выглядит эта слава божья и я не думаю что и первосвященник он этот ковчег будучи в святое святых открывал позволял себе но это мои размышления может быть и открывал но то что сейчас вот происходит в девятнадцатом стихе отверстия храм божий на небе и явился ковчег завета его храме его вот этот доступ открыт взору каждого духовно это уникальное событие потому что мы знаем что в храме в новом иерусалиме есть храм и там тоже есть ковчег потому что все внизу внизу здесь на земле создавалась по образу небесного и вот доступ открыт уникальное событие и еще раз про ковчег сам ковчег завета само слово завет ковчег завета это напоминание об этом завете об особом завете бога со своим народом первоначально этот завет вот здесь мы вот кидаем с вами мостик то фразу с которой мы начали говорить кто эти двадцать четыре старца почему они здесь высветились о чем здесь речь почему это оказалось важным нам напомнить и вот давайте отсюда мы вернемся к этим старцам сначала поговорим чуть-чуть идет напоминание ковчег завета это завет напоминание о завете со своим народом первоначально это был завет с народом израиля и мы знаем что к концу времен не каждый израильтянин он все таки войдет в новый завет кто-то останется в старом удаизме останется и в новый завет не пойдет но первоначально это со всем народом а новый завет с каждым человеком с каждым человеком с каждым народом со всеми народами которые любят иисуса и верят в него разницу тоже видим и вот эти двадцать четыре старца их делили на двенадцать патриархов и двенадцать апостолов это один из теологических моментов понимания кто же почему двадцать четыре это как бы такая вот полнота народа божьего был был ли израиль ветхозаветний но так как книгу разделили люди мы все равно говорим языком ветхий завет новый завет был ли израиль божьим народом да конечно то что господь распространил завет на каждый народ на все народы которые уверуют в иисуса христа да конечно и это объединяет вот этих всех людей с которыми господь хотя бы когда-то заключал заветы хотя мы знаем и новый завет он заключается с домом израиля и с домом иуды и мы об этом с вами говорили что это не с нами с бывшими язычниками он заключался язычник тут как бы вот там вот отделите язычников как в первом стихе встань измерь храм и жертвенник а внешний двор храма исключи не измеряй его ибо он дан язычникам и мы оттуда выходцы вот из этого двора откуда доступ не в святое не тем более в святое святых доступа не было и вот оно удивительное чудо любви божьей с каждым народом включая вот этот вот двор господь говорит вы уже не чужие не пришельцы вы уже не язычники но свои богу и сограждане святым господь как бы переводит нас то что нельзя было делать под страхом смерти вот из этого двора язычников и открывает и открывает и открывает нам доступ в любой двор вот куда ты пойдешь внешний двор пойдешь открыт доступ в святое пойдешь открыт доступ и оказывается туда куда раз в год заходил первосвященник открыт доступ уникальные вещи происходят и вот этот вот объединение пока этих образов посмотрим как это будет потом даже не потом мы даже сейчас можем задавать это господу и находиться там у нас есть возможность во христе иисусе постоянно быть на небесах используем ли мы эту возможность это конечно это мистика но мы можем эту мистику делать реальной оставаться здесь на земле и говорить о царстве Бога нашего как про будущее или уже сейчас быть воцаренным на небесах и пользоваться всем тем к чему доступ нам открыт не ожидать тех каких-то будущих времен а уже сейчас каким образом по вере и через практику по вере и через практику но возвращаемся вот сюда немножко сюда ковчег да ковчег завет с каждым народом со всеми народами уже в новом завете которые любят иисуса и уже вот у нас есть возможность пользоваться им как дверью рубеж между прежним царством земным и царством небесным и это недалеко это в одном шаге вот она дверь мы все заходим дверью мы не залазим инди у нас есть доступ легальный доступ какие бы ужасы и беды не постигли людей бог не нарушает своих обещаний и вот эта картина обретение богом всей своей славы и страшная угроза его врагам вот такое возвышенное состояние но он показывает разницу в одном стихе в одном стихе человек будет долго обсказывать и так емко и четко не скажет как это делает бог в одном стихе давайте еще раз посмотрим отверстия храм божий на небе для кого явился ковчег завета его в храме его для кого и через точку с запятой дальше и произошли молнии громы голоса землетрясения великий град очень интересно показана картина мира целиком одна картина для уверовавших в иисуса христа другая картина на все то нечестие и тех кто в этом нечестие решил остаться в одном стихе картина апофеоз такой божьей славы и угрозы всем его врагам и понятно что мы не воюем против людей но однажды избрав с какими духами нам сотрудничать либо с ангелами бога либо с низменными духами с бесами это выбор человека и на основании этого выбора бог решает нет человек решает есть выбор есть почему потому что евангелие прозвучит до края земли никто не сможет сказать что а вот до меня весть об иисусе христе не донесли а вот я об иисусе христе вообще ничего не знал такого не будет весть это коснется каждого уха и человек делает выбор с чем ему оставаться и в каком состоянии оставаться мы говорили что в одно и то же время происходят одни и те же события но один человек счастлив а другой несчастен и на семинаре тут интересные интересная фраза такая потому что очень много откровений получили вот недавно только прошел семинар Андрей Лукьянов проводил здесь в Анапе и он говорил депрессию ее не изгоняют из нее выходят вот помните блудный сын он пришел в себя да оказывается можно быть и не в себе слышали такое выражение он не в себе а есть еще состояние пришел в себя с депрессиями так же ее не изгоняют из нее выходят очень интересно человек вышел посмотрел на депрессию и обратно в нее зашел или не пошел уже туда есть любленные которые счастливы и для них это самое счастливое время на земле и весь мир раскрашен только я не знаю розовыми красками если это язык этих влюбленных а есть люди которые находятся действительно в очень тяжелом состоянии и состояние она тоже притягивает определенных духов не забывая о том что мир духовен и что мы подтягиваем к себе любое состояние оно подтягивает к себе одноименное что-то это не физика когда одноименные заряды отталкиваются это духовный мир подобное притягивает подобное и это это уже для нас какое-то такое резюме в рамках того о чем мы с вами рассуждаем и даже в последнее время если это страхи если это волнение если это угроза жизни человек боится за свою жизнь очень часто говорят тот кто боится за свою жизнь он ее потеряет он ее явно потеряет чего боялся у нас есть прообразы чего боялся то и постигла мы с вами как бы имеем право на все но нам не все полезно и когда мы оставляем в своем арсенале только страх Господень и поднимаем высоко планку Божью в нашей жизни то все остальное все бури они утихают Бог в нас а он вседержитель он владыка мира он творец вселенной он в нас получается у нас с Богом одна природа он не соединяется с несоединимым и он в нас и его природа в нас она либо работает либо она ну под гнетом страхов человеческих его мировоззрение его восприятие его понимание мы должны все-таки согласиться и для себя сказать что наше восприятие оно ограничено наше восприятие оно реально может быть искаженным наша парадигма наверняка будет искажена тем через что мы проходили это отложило отпечаток на нашу жизнь за что бояться чего не бояться как вести себя по отношению к людям как могут люди вести по отношению ко мне себя но мы говорим сейчас о том что поменяло нас и превратило нас в новое творение с нами не чуть-чуть поработали мы стали меньше злиться мы стали перестали ругаться матом мы вообще это не то что было произошел рубеж произошло вот это умирание и несмотря на то что жертва живая внутрь нас вошел сам бог и конечно же позволить ему сказать нам о том кто мы сейчас и каков масштаб нашей личности вот это наверное задача потому что все битвы они происходят в уме когда человек говорит я прохожу пустыню но я не вижу этой пустыни а ты где ее увидел мы тоже можем поговорить один в пустыне а другой в оазисе одно и то же время одни и те же обстоятельства значит можно выйти из пустыни можно выйти из депрессии скажите как и вот мы здесь вот видим вот это вот предсказание будущее какое оно будущее для тебя и для меня если господь через всю эту одиннадцатую главу и самом начале он говорит дайте мне трость и измерьте храм божий кто этот храм божий мы все время говорим я храм духа святого я храм живущего во мне бога и измерьте его измерьте жертвенник и вы тоже измерьте жертвенник и я тоже измерьте тот жертвенник который во мне и вообще он есть там жертвенник и поклоняющихся в нем и чему я поклоняюсь это тоже есть смысл проверить вот этот первый стих потому что давайте все таки будем откровенными что христианство сейчас она зарабатывает деньги она поклоняется деньгам есть такое и этот аспект чего больше зарабатывать деньги плохо или неплохо нет неплохо но если из этого уходит бог и бог уже становится золотой рыбкой и бог нужен только для того чтобы я процветал чтобы мне было хорошо чтобы моим близким было хорошо если бог только для этого это мы задаем себе вопрос как бы взвешиваем свое христианство христианство в христианстве в нашем хождении всякое бывает но выбивает ли это почву из-под ног потому что краеугольный камень он в фундаменте лежит всякий раз когда что-то происходит мы проверяем этот фундамент и если знаете интересно оно свежо сейчас еще семинар поэтому оттуда берется сейчас что-то разговор о том что у человека есть желание и когда мы просим бога а он нам не отвечает то есть претензия к богу но желание так изменчиво у человека что складывается впечатление что господь отвечай мне скорее пока я не передумал человек реально может передумать сегодня одно попросить завтра другое послезавтра третье ну и на каком-то этапе обидится что бог не отвечает вот я прошу прошу а действительно ли это будет тебе полезно посмотри в конечной точке вообще надо ли это тебе ты просишь яростно просишь и даже борешься и с людьми и с богом может быть есть смысл отпустить если бог не отвечает и вот это вот разговор с богом интересный такой но вот такая фраза прозвучала отвечай мне скорее господь а то я обижусь что ты мне не ответил и уйду от тебя это тоже церковь это тоже церковь дорогие мы начинаем с вами диалог о чем мы с вами сегодня поговорили мы увидели скелет в одиннадцатой главе который позволит нам пойти дальше по писанию по книге откровения и особенно посмотрели о том что в последних шести стихах 14 по 19 мы видим трудность возникает трудность что складывается впечатление что все завершилось мы видим здесь и смерть и антихриста и его победу частичную и видим то что происходит в иерусалиме и вот наконец они воскресают и мы видим победу видим этот обзор победы что царство земные становится царством бога и царством господа нашего иисуса христа вот все что восставало на бога зачем минут пентутся народы племена замышляют злое против помаз зачем они это делают вот она книга прочтите здесь все написано не состоится и не сбудется все то что восстает против бога бог долго терпит смотрит на это все доносит евангелие до краев земли и потом в конечном счете устанавливает свое царство а как иначе и вот здесь он нам показывает эту победу когда все земное вся эта возня на земле становится царством господа и мы увидим совершенно другое правление в тысячелетнем царстве и за это благодарение богу уже сейчас идет благодарение богу на небесах потому что старцы уже они благодарят еще раз это место прочитаю двадцать четыре старца сидящие перед богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились говоря благодарим тебя господи боже вседержитель который есть и был и грядешь что ты приял проявил силу свою великую и воцарился они уже благодарят его за этот факт за его воцарение надо быть слепым и глухим чтобы смотреть на другие вещи вот она концовка и вот она судьба верующего человека его измерили и вдоль и поперек его обезопасили ему дали такое количество инструментов чтобы ходить в победе что волос с головы не упадет вот это победа бога который принял свою верховную власть и ретроспектива его его посыл вот оно будет действительно царствование божье тысячелетний период и вы увидите вообще что значит правление бога и в конце даже тысячелетнего срока сколько поколений людей проживет за этот тысячелетний период и все равно будут люди услышите меня которые бога не выберут у которых тоже будут претензии к богу и что-то им явно в его правлении тысячелетним не понравится вы думали об этом? тысячелетнее правление господа и в конце этого тысячелетнего периода опять приступ вражеских сил откуда они взялись уж в человеке то они должны утихнуть да останется там бесовский демонический мир еще пока но они связаны на тысячу лет они не действуют но что-то в человеке враждебное поднимется и и потом все выпущены те которые были связаны окончательная победа будет битва будет но вот этот вот вопрос тысячу лет правления праведного царя и все равно враждебные силы в человеке они будут бунтовать против бога но в конце что мы видим мы видим открывается видение небесного храма сейчас мы будем говорить кого что коснулось и является ковчег напоминая о завете сначала с одним народом потом со всем человечеством Господь говорит мы в завете мы в завете слава Господне открыта взору каждого чего не было но в новом завете уже есть для всех тех которые имеют Иисуса Христа в себе которые имеют Иисуса Христа как Господа ощутить это уже сейчас не дожидаясь нашего окончательного перехода отсюда туда потому что мы представители двух миров мы это знаем у нас есть привилегия быть и в духовном мире и здесь в яве в физическом мире где больше мы находимся то в нас и будет срабатывать либо страхи либо полное доверие Богу либо депрессии либо ликование радость да есть обстоятельства и вот эти обстоятельства которые являются как бы они как бы крадут тот потенциал который Господь дает нам и такой вот какой-то маленький результат в конце вот с этими обстоятельствами и нужно разобраться их то и надо посмотреть через призму креста на них вот на эти обстоятельства которые результат нашей христианской жизни минимизируют и давайте мы начнем диалог время 42 минуты у нас достаточно времени чтобы пообщаться вот эти последние может быть стихи вообще глава может быть книга может быть что-то из своей христианской жизни то что во мне было раньше то как я жил и оно поменялось и оно поменялось и я стал я вижу что я стал по-другому мыслить по-другому воспринимать давайте поговорим кто начнет кто начнет давайте не щеплится нам всех приветствует какие еще раз кого-то вообще такая тема просто вчера тоже с ребенком сидели мы разговаривали на тему как раз таки ковчега святыни задала ему вопрос он такой мам поспрашивай меня по библии что-нибудь зачем нужен был иисус и у ребенка ступор и я говорю ну вот помнишь как раньше было в ветхом завете вот и мы поговорили про храмы что доступа не было святое что не было доступа что насколько там даже вот священник мог умереть у ребенка такие глаза то есть до него начинает вот видишь когда него начинает доходить вот этот смысл говорю я представляешь вот сейчас не надо жертву за корей приносить достаточно просто помолиться и у нас этот храм да вот вот везде везде бог есть потом поговорили о том что представляешь вот некоторые ну не некоторые многие евреи до сих пор вот ждут мессию они проворонили этот этап и тут ребенок просто смеялся как так да это не может быть неужели они не распознали не увидели представляешь бы столько пророчеств столько всего и вот все равно вот говорим вот видишь же вокруг есть верующие есть неверующие не все принимают и просто вот сидели вчера разговаривали два часа и прям такое время оно бесценное когда эти вещи снова и снова осознаешь снова и снова проходишь вот то что было был храм было то святой святых был ковчег а потом в один момент раз и почему ждали поговорили почему ждали вот так вот господа почему и мессию да и ждали чтобы не было никаких преград поэтому ну вот во мне еще просто со вчерашнего живет вот это вот прямо радость от того что сын да он узнает эту информацию я стараюсь просто чтобы действительно это в его жизни работала уже сейчас работала что преграды нет что он в этой жизни своей да он ощущал себя уже уже в царстве небесном вот интересно спасибо не знаете вот сейчас пришло на ум вот тоже подумайте мы же тоже говорим порой но где здравый смысл религии там много но где здравый смысл вот не буду называть саму религию но сидит человек в нирване не живой не мертвый он где-то там вся родня его кормит поэт горшок из-под него таскает но не где здравый смысл это вот это вот святость это вот это вот просветленное состояние это вот этого мы достигаем что ли люди же соглашаются с тем что вот оно оказывается божественное проявление в человеке иисус христос когда мы все живые когда мы деятельные когда мы радуемся когда мы ответственны за землю когда мы что-то творим когда господь открывает нас глубина наша вскрывает потенциал человек начинает писать музыку человек начинает писать стихи человек перестает бояться вечности такая жизнь кипучая и вот этот вот который сидит годами казалось бы ну где здравый смысл а для них это здравый смысл вот это вот покрывало которое на сердцах у евреев ради нас лежит чтобы мы вошли полное число язычников и они пока не каяться какова сила любви чтобы свой народ положить под покрывало и какая какое покрывало накладывает демонический мир на умы людей что вот такие вот люди сидящие которые не могут о себе позаботиться помыться поесть в туалет сходить что-то сделать своими руками жену обнять с сыном поговорить является проявлением Бога и отношений Бог-человек вот со стороны казалось бы да а люди в это верят удивительные мы люди конечно хорошо идем дальше спасибо Аня кто следующий Лида да пожалуйста вспомнила тоже пример сейчас пока вот это говорила в православии тоже я не помню этого святого который сидел на дереве много лет ему тоже приносили туда кушать вот ну он справлял свою нужду с этого дерева и все вот это вот непосредство собиралось потом под деревом и выдавалось это вот как за святость там мази готовили еще что-то делали как бы принимали это вот как от святого человека который сидел на дереве близко к Господу вот такие парадоксы тоже конечно они и смешные вот но и в то же время ну как бы это процветает и сейчас тоже точно так же и ходят и мощам прикладываются и у нас вот в Уссурийске несколько лет назад поясание Девы Марии привозили и раздавали вот эти ленточки кусочки вот и мы с сестрами разговаривали и говорим господи да сколько какой же объем талии то был у Девы Марии что на протяжении уже двух веков раздают вот эти кусочки от ее опоясания вот мир парадоксов конечно да вот но хочу вот по откровению по этой одиннадцатой главе сказать всегда в церкви ну не знаю как в других церквях но по крайней мере в нашей вот пастор всегда в проповедях своих делал упор на благодать что мы прощены по благодати вот и все бы что бы мы не делали мы всегда прощены по благодати и вот этот вот упор делался до такой степени что даже как бы поощрялось как вседозволенность может быть различная вот потому что люди были уверены что что бы они не делали все равно по благодати они спасены и все им прощено и они очищены вот и я помню такой момент а у меня внутри всегда вот какое-то несогласие было да я принимаю благодать Господа Иисуса Христа вот но у меня всегда внутри была и как бы своя сторона ответственности в этом если я принимаю Божью благодать я ее понимала и это мне давали слово проповедовать вот и я попыталась сделать на это упор что благодать это не то что ты прощен за вседозволенность свою нет а благодать это когда ты по любви начинаешь делать не по закону а по любви и вот эту ниточку я попыталась и вот Господь не всегда открывал это я попыталась провести и он мне потом говорит он возил нас тогда в церковь вот и после служения он вез нас домой и мне говорит а ты вообще о чем сегодня говорила церкви ты почему так говорила церкви ты вообще запутала церковь и он мне начал выговаривать вот ну я ему говорю я говорю Юрий Данилович ну вот то что мне Господь открывает что как бы вот мера ответственности человека за его дела его поступки она все равно не снята нельзя если мы в Боге если мы пришли к Христу и мы сказали что мы новое творение как бы жить по прошлым своим делам поступкам привычкам вот вот мне вот так Бог открывает и я попыталась вот как бы церкви это тоже донести и вот он мне всю дорогу читал нраволучения нет ты неправильно понимаешь вот слушай сюда вот я тебе объясню не по делам мы судим и будем и вот ну все это списание я Бога всегда Господа вопрошала Господи ну почему так почему ты мне показываешь одно а вот пастор как бы говорит другое вот и когда я начала вот пророчество апостольском служение в дарах двигаться и Господь начал открывать и вот эта вот глава она вот с первого стиха ну хотя как бы и раньше ее читал но вот сейчас Господь очень глубоко начинает трогать сердце и открывать что дана трость и сказано штань и измерь и вот Оля опять сегодня упорно это сделала вот эта трость она всегда должна у нас быть в руках эта трость измерения внутрь нас самих себя вот по этой трости то что вокруг вот эти дворы языческие они всегда вокруг это мир но вот этой тростью мы всегда должны измерять внутрь тебя а что же мы несем внутри как новое творение как принявшие Иисуса Христа как живущие по благодати да и аминь и вот это вот измерение и вот оно опять меня коснулось внутри это вот одно и второе вот отношение мира действительно ведь да смотрите когда страх воздали славу Богу небесному и даже не оговаривается кто ну получается что все воздали славу Богу небесному но когда начали славить Бога и старцы начали восклицать тут же рассверепели язычники то есть они вот в страхе славят Господа это так и есть когда страх находит на людей сразу о Боже о Господи а когда начинают говорить о Боге славить Его сразу все иголки все шипы сразу выходят на поверхность и что такое и бегут опять шаманам колдунам там различные приметы различные обряды и так далее почему-то больше вот это опять влечет в сторону людей вот но я рада что Господь все таки открывает и может быть и слава Господу что вот эти стесненные обстоятельства это действительно вот те обстоятельства когда люди обращаются сейчас к Господу когда люди начинают понимать и видеть что Господь это единственное спасение вот и мы молимся каждый день это чтобы Господь открывал глаза еще больше касался внутренности сердец людей чтобы они действительно начали видеть и чувствовать и понимать и конечно наша роль в этом не последняя да и аминь мы рассуждали с Катей Придихиной когда произошла трагедия на шахте я говорю Кать представь вот такую ситуацию стонет все белого 51 кормилица да сколько людей задействовано в и сколько людей рыдает одномоментно гробы город небольшой и скорбь а ты представь ситуацию церковь которая вошла в свою позицию она понимает она обладательница всех даров от практиковала их пришла и воскресила всех этих отцов все поднялись какое боликование началось как бы прославили все бога как бы спрашивали какой силы ты делаешь вот куда нас господь идет можно пойти и поплакать со скорбящими а можно прийти и воскресить и вот об этом и книга откровения нам тоже говорит вообще с кем мы вот в этом дворе язычников где они рыдают где они не понимают где они сетуют где они боятся и мы вместе с ними боимся либо же мы представители царства это царство транслер мируем спасибо надежда еще пожалуйста любовь подряд подняться рука божий наступит наступает когда своими глазами видят именно трансляцию царства небесного тогда трепет и страх и наступает да люба пожалуйста спасибо надежда да да слышно спасибо за этот стих который дана мне трость и сказано встань измерь храм божий я не применяла это в себе это было как то вот ну написано про храм а то что ты измеряешь себя на каком где ты в каком положении свое состояние духовное это вот для меня было такое откровение спасибо большое еще хочу засвидетельствовать у нас был выезд церковный и многие наверное были на небесах уже у меня вот это была такая мечта я хотела давно попасть на небесах там пастор нам давала задание задать вопросы Богу какое у тебя обмундирование в каком ты возрасте какой род войск какой ты воин и в их через дверь надо было войти ну кто что увидит я потом вот поняла что эрита не было а было просто я вышла я была на небесах просто открылась и это было я была на небе и там вот стоял конь который был мой и который меня ждал это было конечно вот до сих пор вот мурашки такие я понимаю что вот я знала что небеса реально но когда ты там это испытаешь это конечно большое очень слава Богу вообще за все что вот небеса реально и мы можем туда ходить Бог отвечает на желания и благословлена вот восстановлениями спасибо да да они написали мы читаемся вот сейчас эти времена либо мы смотрим и слушаем новости и это вселяет только страх а если ты переключаешься на Слово Божие на проповеди общаешься с верующими людьми которые вот этот дух он всегда будет подниматься очень важно я вот сейчас думаю во внутрь себя заглядываю и действительно я понимаю что Господь как Оля сказала немало с нами потрудился за все эти годы хождения с Господом немало совсем немало и мы четко понимаем что это рука Божья что это если бы не Господь ты не прошел бы все это что тебе надвиж что ты прошел какие тяготы какие трудности и ты действительно понимаешь что ты другой внутри тебя Господь и каждый раз каждый раз когда вот я молюсь я всегда заглядываю вот эту трость беру и Господи думаю ну помоги мне где-то неправильные вещи делать или говорить кого-то недолюбить или еще что-то всегда есть такое стремление чтобы не огорчить Господа и я вот сейчас смотрю действительно огонь Божий он по всей земле сейчас идет ну встряска и церковь Божья она вся пришла в такое ну как потрясение приходят она там какие-то церкви уже пришли какие-то приходят какие-то еще подходят к этому но я замечаю такую вещь что церковь увеличивается люди приходят из мира люди каются и вот по сравнению с теми годами ну как говорится когда всего этого не было еще лет 5-10 назад этого не было люди бегут церковь еще больше будут бежать потому что это будет усиливаться и слава Богу что мы не забываем и мы молимся тех которые рядом которые соседи которые ну просто я не знаю ведь молитва Господь отвечает на молитву и за нас кто-то молился за нас кто-то молился вот это мы можем себе углубляться искать лица божьего всегда но не забывать о том что жалко этот мир погибающий очень жаль вот и так хочется пожить тысячеледнем царстве честно говорю когда прекрасные божьи законы когда иисус президент всей земли но вот что интересно и что движет людьми вот это седемского сада что ли там вот это ропот и бунт против Бога и они рассверепеют в итоге это просто ну это же божие творения тоже божие творения но просто вот такие мысли одолевают и действительно в царстве небесном уже не спасенных не будет они здесь и нам у нас большой труд в этом я вижу спасибо что говорить про земных президентов против которых чтобы хорошее не делали все равно ропот идет на Бога будет ропот после тысячелетнего правления спасибо Лена и пожалуйста Аня одна минута вам ой я не знаю успею или нет хотела просто поделиться или как-то личным сообщением отправить прямо очень в тему всплыла в голове ситуация когда когда была стоматологом нас справляли на обучение обучение было именно как коуч-тренинг и там учили как делать так чтобы клиент от тебя не уходил как привести клинику к заработку как зарабатывать больше денег и именно вот этим психологическим приемом и я поймала себя на мысли что вот лектор читает да читает он рассказывает очень так живо прям вижу вот это вот то же самое что проповедник только без бога и я даже почувствовал такой момент был уже близок к оккультизму то есть я вижу что все эти правила это просто взятые из библии все вот эти вот правила успеха это библия это то что вот то чем мы живем и то в чем мы двигаемся у нас уже это есть у христиан а у них нет и они пытаются скопировать это пытаться скопировать эти пути успеха вот вплоть даже да давать отдавать там у нас десятина у них благотворительность здесь такой был такой момент вот что ты больше всего желаешь вот тебе надо немножко сместить фокус то есть у нас да вот ты хочешь доверься богу у них тоже смести фокус куда-нибудь в другую сторону то есть в принципе вот все эти то что чем мы живем это и есть путь успеха но здесь я прямо увидела я там была тоже в центре внимания молодой специалист уже и ортопед уже и хирург у меня все получается все пациенты у меня остаются у меня даже директор делал диагностику он собирал все карточки проверял да кто ушел из клиники кто остался кто куда пошел и у меня оставались абсолютно все и мне это было делать легко потому что я понимала что это делаю не я поскольку поскольку а потому что я полностью богу доверяю вот таким моментом хочу поделиться царство если живешь в царстве оно распространяться через тебя на любом месте это не не только внутри служения церкви бог это не манипуляция бог это любовь аллилуйя спасибо хорошо дорогие мы завершаем пожалуйста помолитесь и мы разойдемся закроем сессию дорогой господь спасибо тебе что ты открываешь нам сейчас слово твое что мы видим и понимаем что ты скоро придешь и воцаришься на этой земле и мы вместе с тобой господь мы с тобой едины мы твое создание господь мы любим тебя мы вникаем твое слово и мы ждем ждем твоего прихода ждем господь твоих откровений благодарим тебя за все что ты для нас делаешь благодарим за то что мы одно тело с тобой мы в единстве с тобой славим твое святое имя аминь 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 спасибо дорогие спасибо спасибо до следующей встречи аминь и д